Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Наша сегодняшняя героиня была искренне удивлена, что о ее хобби, которому всего-то года полтора, знают многие рязанцы и даже пресса. Знакомьтесь, Наталья Булыгина. Редкий человек останется равнодушным, глядя на куклу или игрушку. Особенно, если это не поточный фабричный пошив, а текстильный персонаж в единичном экземпляре. Штрих, бусинка, пуговка, стежок – и в руках мастера рождается новая забавная кукла, обладающая оказывается огромным разнообразием видов, стилей, направлений и традиций. Когда была маленькая, очень любила мультик «Кузька». Там была как раз девочка Наташа. Я очень люблю теперь сшить вот таких кузик. И они у меня пользуются спросом, потому что очень люди, наверное, тоже любят, как и я их. На любой выставке, говорит Наталья, их разбирают первыми. Правда, Рязань все-таки неудачный в этом смысле город для ручного труда. Зажатые стереотипами горожане не понимают, почему сшитая кукла стоит гораздо дороже. Вот и приходится таким умельцам, как моя героиня, создавать сайты и возить своих кукол поближе к столице. Моя папочка рабочая, в которой собраны все лекалы, по которым я когда-то работала, которую я сама делала. Например, вот эти вот куклы. Можно сказать, авторские. Неизбитая идея всегда попаданий в яблочко, когда возникает вопрос, что подарить. Так воголовки, примитивы, реггеди энд, тедди, чердачные. Самой популярной в мире сегодня является кукла Тильда. Ну вот недавно я шила зайку, зайка Тильда. Она была ростом, наверное, сантиметров 30. И вот у заказчицы была сумочка такая рыженькая с бантиком. И вот мне сказали, чтобы была такая сумочка. Ну и по типу там она такая вся такая модная, в комбинезонах очень любит ходить. И вот я ей комбинезон шила, сумочку эту, там шапочку, чтобы она была похожа на свою хозяйку. Этот очаровательный модный кот тоже подарок. Причем довольно известному и медийному рязанцу. Правда, его имя Наталья узнала уже после того, как отдала игрушку заказчице. Сделала мне котика такого модненького, такого в джинсах, чтобы он был такой весь, как модный парнишка такой. Вот, ну я ему, я ей сделала этого котика. И потом оказалось, что вот этот неизвестный как бы заказчик, для кого я делал, оказался Борис Маркин. А вот чердачная кукла нарочито сделана под старину. По легенде, ее нашли на чердаке старой кофейной фабрики, поэтому она постарела и пропиталась кофе. Покрой чердачной куклы несложен, но техника исполнения определенно требует умелых рук. Вот снеговик, как и эти куклы, это я брала хлопок такой плотный, это еще у меня из бабушкиных закромов, вот такой советский хороший. Я шила, выворачивала и тонировала кофе с корицей из ПВА. Потом сушила это все и потом уже раскрашивала. Надо сказать, даже в окружении Натальи немало скептиков, пока не очень понимающих, зачем ей нужны разноцветные лоскутки и выкройки. А она, между прочим, не всегда успевает сфотографировать новую куклу. Разбирают, как горячие пирожки. У меня такого нет, вот чтобы я отшила, и у меня лежало. Так называемых тыквоголовых кукол отличает детализированная роспись лица, где мастеру позволяется проявить свое воображение. Пропорции тела, как правило, нестандартные. Я не люблю шить по увиденным шаблонам, потому что я сначала рисую, представляю, как это все будет, потом подбираю ткань, рисую лица. Вот даже вот эту куколку я вчера начала, и вот легла я спать в 4 часа, но вот она мне не додела, у меня будто еще. Я раскроила, вывернула, набила, соединила все ручки-ножки, сшила платье, потом я рисую лицо. И волосы. Лицо сами рисуете? Конечно. Чьи? Да, акриловыми красками и пастелью масляной. Монотонный звук швейной машинки Наталья Булыгина слышала с самого раннего детства. К швейным делам меня уже приучали, наверное, с класса с первого, потому что у меня и бабушка, и мама, они все у меня портные. Это вот, да, мы с мамой в садике. Первые одежки для кукол она строчила еще на бабушкиной машинке Зингер, но о том, чтобы шить кукольные тела, не было и мыслей. Я, наоборот, брала ткань, иногда даже чем-нибудь изрежу у нее, она поругается чуть-чуть, но она не подталкивала меня от машинки, я всегда как бы сама брала. Шила там, сидела все в комнате, строчила. Крой и фасон поначалу заимствовала у мамы. Кстати, они обе отучились в седьмом лицее на закройщиц. А это ее мастер. Мы даже, когда я поступила туда, мы с ее мастером были в одной мастерской. Там было две группы, она тоже вела группу. Сейчас Наталья учится в Ивановской академии на конструктора и чем больше узнает, тем больше понимает, что становиться, например, модным дизайнером еще рановато, навыков не хватает. Зато можно искать свой стиль благодаря маленьким тряпичным модницам. И это нисколько не легче. Все от шпильки до булавки должно составить цельный образ. Вот это вот платье не снимется только из-за того, что у нее просто голова большая, и она не пройдет. А так, если бы голова была поменьше, она как бы снимается. К чемодану разноцветных ниток прилагается второй с отрезами тканей. И вот тут чувствуешь себя гулливером в сказочной стране. И этот арсенал текстиля только для кукольных красавиц. Для печворка они так и называются. Они вот с маленьким рисуночком, чтобы на маленьких куколках все это было гармонично, все смотрелось. А это вельвет, я его для всяких курточек приспосабливаю, для верхней одежды. И вот это тоже флиз. Из него я делаю еще тела зайцев. Самый долгий и в чем-то даже скучный процесс – изготовление кукольных тел. Маленькие ручки и ножки должны быть правильно вырезаны и сшиты, чтобы кукла смотрелась естественно и аккуратно. А тут нужно же шить либо хлопок, либо вот габардин. Прекрасно шьется обычными ниточками, тоненькой иголочкой. На частом стишке там один миллиметр, чтобы все это не разошлось. Нелегко выворачивается. И потом беру палочку и вот файбер. Я им набиваю. Вот так потихоньку сижу вечерами. Доход, который приносит это хобби Натальи, пока невелик. С другой стороны, рядом с рабочим материалом уже висят дипломы. А она сама не упускает возможности поучаствовать в благотворительных или спортивных мероприятиях. Как любой творческий человек, она зажигается от идеи окружающих. Такой секрет. Чтобы правильно наметить лицо, одеваешь носок. Ну, что-то такое. Носок или чтобы как бы была шапочка. И вот у тебя намечаются линии лица. И потом уже просто карандашиком рисуешь нос, губы, глаза и достаешь краски и начинаешь прорисовывать. Тонировать, сушить. Образ куклы во многом создает и прическа. Либо пряжа, вот как вот у них, либо шерсть для валяния. И специальные иголочки для фелтинга вваливаются прядки вовнутрь головы. Одним словом, тонкостей не перечесть. Тут нужно быть отчасти и художником, и скульптором, и модельером, и парикмахером, и историком. Вот эта вот пара, это наряд наших рязанских людей. Там, по-моему, 19 век. Это вот Сапожковский уезд. Тут паневный комплекс. С историей костюма тесно связанная тема диплома. Осваивать реконструкцию Наталья решила в компании настоящих рыцарей. Обратилась к участникам известного общества «Княжество Рязанское». Как бы я еще новичок, но буду вот к этому сезону отшивать себе как бы одежду, отшивать людям в клубе одежду, пробовать, по крайней мере. На взрослых тоже. Да, на взрослых, по старинным технологиям, по меркам, по крою, вручную. К делу решила подходить с тяжелой артиллерией. Купила настоящий ткацкий стан. Он где-то вот, наверное, с пол стола. Ну и как обычный станок, там, нитки продеваешь, потом бердо, который там продевает с нитки. Вот, ну, как бы домашний такой, домашний вариант. Наталье очень повезло. Любимый муж взял на себя основные финансовые хлопоты и позволяет ей реализовывать творческие задумки. В общем-то, шить таких кукол она начала почти сразу после свадьбы. У меня, как бы, всегда по жизни были такие увлечения, что ко мне уже, как бы, относятся, что все нормально, что я могу впадуть в детство. Еще недавно эта рукодельница слушала тяжелый рок и не пропускала ни одного концерта. Сегодня приобщает мужа к более спокойным, в том числе и музыкальным увлечениям. Впрочем, он тоже не лишен фантазии и смелости. Некоторое время назад, совершенно ничего не зная Натальи, он просто постучался к ней Ваську. Это был, да, набор цифр по имени он, что ли, сказал, потому что у Наташи зовут сестру родную. С тех пор они вместе и, как женщина, могу сказать наверняка. Творчество чаще рождается там, где дома уютно, на душа спокойно, а в сердце живет любовь. Так что не зарывайте этот талант, Наталья, и однажды ваши куклы все скажут за вас.